У кого как, а у меня рабочая неделя начинается в воскресенье. И сегодня я уже приступаю к выполнению, к достижению своих целей, которые я обозначил в прошлом выпуске. И сейчас я должен подготовить статью для ее повторной отправки на рассмотрение. Что это такое? Когда вы написали статью и отправляете ее в журнал, то там ее отправляют рецензентам. Это люди, ученые из смежной области, похожие о чем твоя статья. Они ее прочитывают и делают какие-то свои замечания. И либо рекомендуют ее, либо нет к публикации. Если они ее рекомендовали к публикации, то ты должен на все эти замечания ответить. И что можешь исправить, а что не можешь, что каким-то образом удовлетворить своим ответам рецензентов. И дальше ты подаешь свою исправленную статью с ответами рецензентам, потому что их как минимум двое. И они уже ее повторно рассматривают и принимают решение. Либо они опять тебе ее отправляют на доработку, либо же они ее принимают или отклоняют. В общем, этим я и займусь в воскресенье. Отличный день для этого. Здравствуйте, а я хотел бы заказать турник. Друзья, только что мне привезли турник мой. Теперь осталось его повесить. А это, наверное, больше, чем половина дела. Скоро буду качарой. А может, нет. Ну что, друзья, пришло время устанавливать турник. В общем, друзья, просверлил я два отверстия вот в стене, которая над проходом. И почему-то там не было красной кирпичной крошки. Это вызывает у меня большие опасения. И как-то вешать турник сюда придется думать. После непродолжительного совещания с самим собой я принял решение повесить все-таки турник не в комнате, где непонятная какая стена, а, короче, в коридоре будет висеть вот тут. Вроде бы по звуку, по стуку над дверью кирпич. Сейчас сделаем пробанное сверление. В общем, друзья, сегодня не получилось закончить установку турника, так как, оказывается, у нас в Новосибирской области после 8 часов шуметь нельзя. Именно со строительными работами, поэтому придется перенести на следующий день или на выходные вообще непорядок. Ну что ж, друзья. А самое веселое из заданий это вот это, которое предполагает снять мне видео на бьюти-тему. Это задание одновременно и веселое, и тяжелое, потому что я его абсолютно не хочу делать, потому что мне придется в этой теме просветиться, еще и снять какую-то штуку. В общем, посмотрим. Мне на самом деле сейчас очень хочется выполнить все планы на февраль, чтобы не снимать это видео. Хей! Всем привет! Это проект Чуть-чуть о науке. И пока мы тут снимаем классные видео, комиссия по борьбе с лже-наукой объявила гомеопатию вне науки. Гомеопати на полу. Лицо. Лежать. Ты арестована. Итак, небольшая предыстория для тех, кто все пропустил, но это необходимо для того, чтобы понять следующий фрагмент. На позапрошлой неделе у меня был стрим, где я разоблачал водородную воду и компанию, которая создала прибор для производства водородной воды и производит его и продает за 400 тысяч рублей. Вообщем, во время этого стрима я у них на сайте оставил свои контакты под разделом, если у вас есть вопросы. И, собственно, следующий фрагмент как раз об этом, как мне позвонил менеджер. Проводились ли какие-нибудь исследования, что это улучшает общее состояние организма? Да, конечно. Я поняла ваш вопрос. Проводились исследования по золотому стандарту, двойному сплошному рандомизированному исследованию по всему миру. Начиная от Японии, заканчивая Соединёнными Статами Америки. В России в настоящий момент планируются исследования. Как раз мы ведем переговоры с сертифицированными центрами. Они будут проводить на различных фокус-группах исследования. Механизм. Вы нам читали уже много, я услышу, что я понимаю, что вы очень много изучаете. В нашем организме все время возникает нормальная реакция организма, когда внутри клетки образуется энергия, образуется побочный продукт. Это как гидроксиорадикал. И организм был всегда сбалансирован. Когда окружающая среда была проще, когда мы ее не засоряли, и продукты были продуктами. С тем, что мы сейчас с каждым веком и тысячелетием изменяем окружающую среду, организм не может сам уже сбалансироваться, нейтрализовывать такое количество вредных веществ. Они накапливаются, давая различные уже осложнения в организме. Это оксидативный стресс. Общие издавления. Скажите вам, вам это просто интересно? Или вы думаете о покупке аппарата? Я думаю о приобретении. О приобретении. А вы в каком регионе? Я нахожусь в Новосибирске. В Новосибирске. В Новосибирске сейчас как раз... Я знаю, что у нас появился пастер в Новосибирске. Он доставил к себе как раз и воду в стекле. Мы отправили ему контейнер. И я знаю, что мой коллега как раз собирается в Новосибирске что-то даже на следующей неделе. Поэтому, если что, он мог бы с вами увидеться. Да и вы могли бы найти этот аппарат уже в месяц. Я могу ваш номер перетять нашему новому руководителю? Он с вами свяжется и проконсультирует вас. Хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо вам за обращение. Тогда я передам ваши данные. Вот такие вот дела, ребята. Как вы понимаете, наша история с водородной водой продолжается. Я не ждал, на самом деле, с банка. Ну, посмотрим, что нам ответят руководители. Может быть, у нас даже получится с ними встретиться и испытать эту водородную воду. Ну, построить на чудодейственный аппарат за 400 тысяч рублей. В общем, будет интересно следить за выпусками. Очень смешно. И, кстати, на этом история еще не заканчивается, потому что в четверг мне пытался позвонить чувак из научного отдела, но, к сожалению, я в это время был на работе, попросил его позвонить вечером. Он мне вечером позвонил, но в это время я был не у телефона, а, в общем, немного в другом месте. Поэтому не смог ответить. И я думаю, что уже в следующем влоге он мне перезвонит. Ну, я надеюсь, не на выходных же он будет мне звонить, верно? Но я надеюсь, что он мне все-таки позвонит, и мы с ним поговорим, обсудим. Может, я действительно куплю прибор. Сделаю небольшой анонс. Во вторник выйдет видео, в котором я расскажу о пяти специальностях, на которые, ну, просто ни в коем случае не стоит идти учиться. И в среду я выпущу видео, где отвечу на вопросы по последнему видео об хорошем образовании. Там действительно есть очень много хороших вопросов, на которые, мне кажется, нужно ответить. Фу, дорогие друзья. Я сделал это. Та-дам! Установил турник. Пришлось его в итоге перенести от запланированного места еще. У меня теперь дырявая стена. И он вот тут. В итоге это получилось единственное возможное место у меня в комнате, где вообще это возможно установить турник. Потому что там, во-первых, я не смог забить сюда анкер, потому что я, видимо, там попал в бетон и в железную арматуру. И, во-вторых, я бы подтягивался прямо на лампочку. Вот, поэтому это единственное место. Вроде прикрутил. Ну, короче, это было нечто. Три дня я это делал. Ну, правда, с перерывом, но все равно. Теперь можно подтягиваться. Ура! Шесть раз, что же, это вполне неплохой результат. Я думал, будет гораздо хуже. Кстати, друзья, если вы не знали, то 8 февраля был День Российской Науки. И обычно во все институты пускают школьников, им проводят лекции. Вот. И сегодня, это пятница, я буду читать лекцию для школьников о том, почему нанотехнологии такие интересные. Вот. Надеюсь, все придет круто. Субтитры сделал DimaTorzok День Российской Науки. Вот что бывает, когда ты пытаешься что-нибудь нарисовать, но у тебя ничего не получается. пацан звучит китайский. Не поликонтор. Не, ну зато у меня есть тапличка со словом общения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, там какой-то сложный рог. Надо еще в слу-мо. Боже, как же ты хорош. Я смог. Друзья, есть небольшое объявление. В конце марта я вместе с Ромой будем во Владивостоке. И у нас там будет целая ночь. Нам ее нужно каким-то образом провести. И мы очень не хотим сидеть в аэропорту. Поэтому, если среди зрителей есть люди из Владивостока, и кто хочет помочь нам весело провести эту ночь, то, пожалуйста, напишите в комментариях, или же в личные сообщения мне. Нам будет очень приятно посмотреть на Владивосток. Более подробную информацию, когда и почему мы будем во Владивостоке, я расскажу в следующем влоге. А на этом видео подходит к концу. Рабочая неделя завершилась. В принципе, у нас есть наказание за невыполнение планов на февраль. Всем спасибо за просмотр. Пока!